Ну что, всем добрый день! Лето закончилось, отпуска закончились. Сейчас пройдемся по цеху и посмотрим, что делают люди сейчас, то есть вот перед холодами, готовятся к чему они. Вот у нас Grand Star X HVX. Приблизительно где-то восьмой год. Сейчас посмотрим. Восьмой год. А тут кто? А, у нас тут Михаил делает. А нет, Grand Star X X X года, евро четвертый. Где листочек по работам? Не знаю, не вижу. Так, посмотрите, мы смотрим, что у нас произошло. У нас сгнил поддон АКПП, потекло масло на нем. То есть заменили поддон. Также я видел, что Михаил менял трубки заднего топителя. Сейчас, то есть зима, все будем пользоваться печками. И все знаем, что задние топители, трубки полностью сгнивают. Поставили шланги, заменили. Ну сейчас даже поднимем, глянем. Ну вот так увидим, хватит там. Лучше сейчас, пока не наступило, то есть не пошел снег, не появилось слякоть, потом вам будет все лень делать. А, вот задний топитель, получается, заглушили. Единственной причиной, почему его глушили, радиатор, наверное, потек. Задний печь его. И заглушили, наверное, закольцевали там, потому что, видимо, не хватило денежек. А редуктор, что масло-пробочка подтекает. Чуть-чуть. Блоки. Ну вот, Михаил отошел, мы бы у него спросили бы сейчас более подробно, зачем он делал. А, вот оно что, радиатор печки у нас лежит, замена на нем. Вот почему они закольцевали, то есть это будет заниматься уже электрик делать. Что там, оригинальный все? Ага, вот он, оригинальный радиатор. Ну вот и подготовка к холодам. Это Starax CVX. Здесь у нас Дима. Димон, что делаешь? Ты кто? Ты что делаешь? Надо выходить, пошел. А, это, которое затаскивали, не крутится. Там заклинили трос ручника, дернули, когда с этого, с эвакуатора снимали, а обратно он не оценился. Поэтому он сейчас его там распилит, выбьет, выломает. А здесь приключилось очень страшное. Даже с удаленными балансировочными валами оторвалась цепь и натворила дел. Это вчера разбирали, оторвала цепь среднюю, вот, поломала рокераун, здесь все валяется. Вот, а смотрите, снизу даже клепанная цепь масляного насоса, вот она у нас, видно ее, то есть она так и осталась, ее оттуда не сняли. Вот она, обрезала шпонку на коленвалу, то есть вот вообще, то есть насос не вращался, не знаю, теперь надо высверливать что-то. То есть цепи, но клапана при этом, опять же, вот смотрите, по даже этому двигателю D4CB или там 2.2, AHB, ну, практически в любом моторе, то есть в любой головке, допустим, когда клапана у нас стоят вертикально, при обрыве ремня ГРМ или цепи их не гнет. То есть гнет, но крайне редко, то есть происходит, в основном происходит вот так, то есть ломает. Ну, пусть лучше сломает вот так, чем загнет. Так это гораздо дешевле, то есть вот мы смотрим, что если клапан будет загнут, то он будет ниже остальных, или там 2 ниже остальных. Ну, что-то как-то в этом роде. Машину готовят на выезд, вот, вот эта. А тут все у нас, тут у Сереги бензиновый AX-100, а тут масло, фильтр. Ничего интересного? Ничего интересного. Да, бензинка, передний привод, KD, AX-35. Передний привод, неполный. Так, 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 вот это, это у нас, а тут у нас висел Спортеж утром, утром зашел серебристый Спортеж, на нем сняли двигатель, двигатель сняли, приехал со стуком, вон он лежит. Вот, его уже сняли сегодня и начали разбирать, ну, немножко грязный тоже, KD-шный, 2 литра или какой-нибудь там, KE-шный. Нет, KE-шный, нет, KE-шный, это 2,4. А, да, здесь у него стоял стук, то есть, когда он подъехал прям, но он уже заранее все знал, уже был, эндоскопии уже делали, то есть, теперь он приехал планово на ремонт. То есть, в общем, разберут. Ну, как обычно, ботин, видимо, нарушен регламент по замене масла, бас, например, все, гарит. Ну, и не только по замене масла, и по пробегу, и многое-многое другое. О, это у нас горе-автомобиль, это KIA Sorento 3.5, на нее даже выйдет отдельное видео будет. Сейчас сюда ждем топливные форсунки, 2 штуки, с ней мы измучились все, то есть, сил нету. А ты смотри, сколько там шпилек этих, подложили шайб, они прикручивали, зачем такое? Здесь на эту машину где-то в гараже устанавливали контрактный двигатель, контрактный двигатель от Starrocks 3.5, бензинового первого Starrocks. Именно не Grand Starrocks, а Starrocks поставили, и вот тут прям ужас, столько всяких костяков, нюансов. Она заводится идеально, работает, все хорошо, но она просто не тянет. И вот, то есть, и мерили компрессию, и проверяли метки, и уже все тут перепроверили. Вот сейчас топливные форсуночки. Дело в том, вот они лежат, получается. Вот есть синенькие, и розовые стояли, а синенькие должны стоять по ВИН-коду. Также там валяется запасной блок управления, ну, то есть, она прошла много-много сервисов, и вот теперь здесь. Сейчас ждем форсуночки. Форсуночки там будут либо новые, либо булун, ну, не знаю, видно будет. А это что-то, это Sportage, да, у нас? Это Sportage, ее делает Олег. Полноприводная. У него, у него заклинили суппорта передние. То есть, вот они. То есть, надо, необходимо делать ремонт. Идем на эту сторону. Ну, у корейцев, у всех бензиновый дизельный суппорт, это прям болезнь. То есть, внутрь сам суппорт через пыльник попадает на поршень влага, и он вылазит, а обратно не сжимается. Ну, и вот они, видно, перегревались, то есть, нужен ремкомплект и ремонт. Но ремонт, скорее всего, делать, я так понял, не будут ремонтировать. И это у нас Sorento. Sorento. Дизель? Бензин? Давай посмотрим. А, это у нас делает Дима, который там сейчас прикручивает. Да, это Sorento. А, нет, это бензинка. 2,4 КД. А что так все масло-то, смотри. Нету полнопривода? А, вот, смотрите, вот этот кардан, он должен быть стоять жестко. То есть, а там слышно хруст. Это ихняя болячка, то есть, клецы обрезала в чашке дифференциала. Обрезала. А вот это масло, что-то вообще, прям, тоже ужас, непонятно. У них у всех, что, допустим, вот, Спортедж, АИС-35, Туксон, Санта-Фе, Sorento, дизель, бензин, неважно. Эта чашка-то рвет, рвет и рвет. А, вроде бы, как, сейчас они уже после 16-го года, там, что-то подделали, сделали угловой редуктор трехвальный и поставили дополнительный пыльник, то есть, как сальник он, чтобы через промывал не заскатило греть. Так же муфта вот эта отваливается. Кстати, вот здесь, вот здесь стоит хорошая качественная муфта, то есть, она не обслуживается, но обслужить ее можно. Ее можно разобрать, вскрыть, сделать, но так она, то есть, в целом, не обслуживается. Но, вот, именно вот это, очень хорошего качества. Тут, тут, Гранд Старекс. Гранд Старекс Евро-5-й, 15-го года, это я буду делать, сейчас согласовывают, согласовывают по ремонту. Ну, здесь ситуация такая, сделали диагностику ходовой, выяснилось, что передние два амортизатора вытекли, два задних амортизатора тоже вытекли, развалился подшипник ступицы, передний и левый. Очень сильно разбилось цилинд-блоки на передних и нижних рычагах. Рычаги, кстати, на всех Гранд Старексах, на всех, прежде чем считать и говорить, сколько что будет стоить, всегда нужно попробовать открутить гайку и вытащить болт. Вытаскивается болт или нет? Этот. И вот этот болт, то есть, здесь не откручивается, поэтому рычаг придется пилить, спиливать, ставить новый рычаг и новый болт. Так, здесь было плановое, то есть, ТО и еще машина вроде как глохнет. Глохнет еще. Опять же, смотрим, то есть, полный привод. Даже по этой теме, когда машина глохнет или выскакивает ошибка по низкому давлению, там на кочке пропадает тяга, есть отдельное видео. Здесь случилась точно такая же проблема, то есть, это болезнь. То есть, вот этот жгут, масса, масса упала на подушку, там внизу, упала на подушку и перетерла проводочек. Ну, к примеру, там есть видео, ну, к примеру, вот так, да, там вот стоит вот такой массовый, толстый, к нему прилегает снизу вот такой. А отсюда прижимается подушка, она перетирает, плюсовой провод падает на мосту и происходит следующее. То есть, пока все ровно, все хорошо, все едет. Как только какие-то кочки или вязатель полицейский, она либо глохнет, либо стучат форсунки, либо уходит за титул, авария, и все. Дима там что-то разбирает. Поэтому сейчас согласовываем, также не хватало антифриза. Вот здесь патрубок, у них тоже вот на этих фланцах, вот, не хватает очень много антифриза, ни в бачке, ни в этом. Вот этот сейчас, получается, патрубок мы снимаем, зачищаем все, ставим чуть-чуть на герметик, и все работает дальше. Потому что в идеале это надо менять фитинг и патрубок, но мы сейчас почистим, сделаем антифриз. Также есть и с клапанной крышки, то есть все сейчас на тюрьме покажем. Вот, Александр на оптиме делает эндоскопию. Александр, как там, все плохо? Расскажи, как всегда. Так, так, вон, 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 там показывает. Так, это какой? Первый цилиндр. Так, поршень. Слишком много масла. Слишком много масла. Вот этот туркур, он вообще, ну, камон. Бля, это шутить надо. Что делать, светить? Крутить. А, там свечку ты крутил? Нет. Сейчас в третьем, вверху. А, ну ладно. Нет, в третьем, да? Надо крутить мотор. Ну ладно, тогда не будем прокручивать. Дело в том, что там задир сильный в третьем, а для этого надо проворачивать двигатель. Поэтому Александр сказал, идите гуляйте, я не буду вам показывать. Не буду вам показывать. Да, то есть первый, второй немного, а вот именно такие эффектные кадры, то есть третий, четвертый цилиндр. Сказал, где-то хотите, делайте сами. Мы не будем это делать. Пойдем вот к Димке сейчас спросим, что он всем занят. Ты хорош стучать, ты уже всех замучил, ты понимаешь? Ты целый день дуешь, крутишь, пилишь, стучишь. Это просто невозможно. А? Ты дашь людям хоть немного отдохнуть на работе? А я. Спокойной работе. Отвар. О, смотри, 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 что пришло. Оказывается, ложь, ложь здесь. Оп! А где он стоит? Вот он он. Смотрите. Получается, сейчас дадут бумажечку. Все будем делать по списку. Будем новые ставить рычаги. Люди, конечно, удивились. Вот этот соленблок, то есть он у нас жестко должен стоять. А он разбит вообще прям отваливается-то. Вот эти обязательно пыльнички сюда надо будет ставить. Обязательно они нужны будут. По краям. Это своего рода отбойник. Так, вот этот тоненький сюда. Вот он вот здесь. В принципе. Не перепутываюсь. Это при сильном, допустим, ударе, она играет как роль отбойника. Резиночки. Они должны быть обязательно, потому что без них разбивает саленблок быстро. Все, как всегда, как и на всех Грандстараксах, было большим удивлением. Почему-то для меня уже не удивление было то, что пробег. Вот когда я сказал, что амортизаторы разлетелись, пробег у нас 115-113. Когда я сказал, что все разлетелось и все развалилось, люди заявили, что наш пробег 110, а этого не может быть. А по факту посмотрели, он 200. То есть опять обманули. Что? Давай-давай, что там такое? Здесь с подвеской в стюбе. Мы же с подвеской будем только диагностику делать? Да, он ее только купил, будет смотреть. У меня ремонт уже есть. Ну да, ставь. Это у нас тоже Грандстаракс, 12-й год, Европятый, ходовой, потому что там быстренько сделаем, посмотрим. Смотрите все видео, будьте в курсе. Если у вас корейская авто, то есть я говорю, что вы прошли. Что вы заучили? Я знаю, что это такое. Ну все, всем до новых встреч. До свидания.